Здесь знакомые, здесь, да, так что о некоторых вопросах знаю, о Ваксе, например, я не знаю, да, вот, да, и был рад там услышать в жиле, да, я хотел, я буду близко подерживаться к основной теме, моральная ответственность и здравственный выбор. Я это понимаю очень просто. Мораль – это совокупность правил, которые позволяют нам понять, хорошо ли мы поступаем, или плохо, или плохо поступаем. Это совокупность правил. А нравственность – это вот уже в какой мере данный человек или другой человек следует этим правилам. Может, есть различие. Может, видите, я здесь всё-таки буду говорить о нравственном выборе и совершенно не буду затрагивать мораль, как совокупность правил. Здесь уже, окей, у меня есть какое-то отношение к этому, конечно, тоже. Например, я совершенно не понимаю моральные машины, которые будут статистически что-то оценивать, и вообще не понимаю мораль, как общественный договор, это совершенно что-то такое мне непонятное. Ну, например, ну что, ну да, мы говорим всё, что Гитлер хороший, так что он от этого будет хороший, и что это хорошо, правильно. Поэтому такое демократическое взвешивание – это что-то не то. Мораль, по-видимому, должна быть более устойчивой относительно сиюминутных условий, когда нет, нечего есть, или там нет работы, и так далее. Давайте сделаем другую мораль. Это же неправильно. Вот. Но, тем не менее, об этом, значит, я не буду говорить, я не специалист, а вот нравственный выбор. Действительно, получается, что по ходу исследования в каких-то местах действительно мы делаем это нравственный выбор, правда, я, как и многие, может быть, об этом не задумываюсь, но в каких-то местах повороты такие существуют. И вот сейчас я бы хотел на таком примере, почти что на собственном примере, какой-то конкретной главы исследования, ну, в данном случае, электрофизиология, куда входит всё, что сегодня там обсуждалось, и интерфейсы, и, так сказать, и чипы, и там, и прочее, всё дело, все дела. Поэтому вот на этом примере как-то, ну, рассмотреть вместе с вами. У меня это не лекция, это лекция, это лекция, то есть многое, чего я сам не понимаю. Ну, и давайте мы стартуем с такой известной фразы. И все-таки в явном виде, в явном виде вот такой вопрос нравственного выбора профессионально занятого в познании человека, то есть профессионального исследователя, мы все, вообще-то говоря, исследователи, где-то всегда делаем какой-то моральный, нравственный выбор. Но есть профессионалы, исследователи-профессионалы, их специально научили, и вот они этим занимаются. Вот мы сейчас будем говорить именно о таких профессиональных исследованиях. Так вот, оказывается, что все-таки, так теоретически, конечно, такой нужно было делать нравственный выбор, ну, с какого века ещё, может быть, во времена Архимеды, но реально это стало актуальным, в общем-то, не да. Атомная губа, генетические всякие дела, клонирование, вот это на языке. А так-то, в общем-то, больше ничего и нет, всё остальное так, ну, так сказать, поговорить. Но вот если вдуматься в детали исследования, да, я там нашёл эти самые повороты. Ну и давайте вот я удивлюсь. Но есть ещё один такой момент. Видите, мы сейчас немножко поговорили теоретически о том, что, ну, есть мораль какая-то, надо как-то следовать эти правила, и, может быть, вы следовали, где-то сталкивались с этим. Но дело в том, что есть ещё и деньги. Деньги в хорошем смысле. Но мы же все, и не только в России, и везде, поставлены условия проведения исследования, настоящее исследование, которое с обязательствами, оно требует финансирования. И все учёные, все исследователи во всём мире, они делают проекты, попробуют их на них получить деньги. Какой-то проект проходит, какой-то не проходит. Какой-то с большими рисками в нравственные отношения, а какой-то с меньшими рисками, там меньше можно делать этих выборов. Но здесь вот, получается, уже ничего не поделаешь. Иногда кто-то уберётся и получается выигрывает проект, который почему-то больше нужен. Ну, в рыночной структуре, государству, там, или ещё кому-то. Ну и что делать? Исследовать. Он, конечно, волен сделать выбор, но ему же хочется поисследовать, а на другой проект деньги не даётся. На это даётся. Поэтому здесь это важно. Теперь это становится важным. И вот так, чтобы оценить, что это за деньги, а о чём вообще разговор, вот просто такой пример. Это всё есть для всех стран. Вот, допустим, Европа. Видите, к 2005 году примерно 4 миллиарда было израсходов на евро за всю историю исследований. Но посмотрите, за следующие там 5 лет сразу два миллиарда. И сейчас с 2013-2014 года ещё три года ещё два. Больше двух миллиардов. Так что сейчас очень такие интенсивные вливания идут в науку. И речь идёт о нейронах, а науках связанных со социальным мозгом. Ну, там тоже есть, видите, можете прочитать про штаты, там ещё больше, два-три раза больше денег. Это всё прямо сейчас. Поэтому это уже становится существенным. Много исследований, много учёных. И деньги здесь могут задавать какие-то рискованные проекты. А вот сейчас просто я научусь. Это совсем всё становится обратным. Вот, всё получилось. Верхние кнопки и нажимать два раза. Теперь цель. Ещё помимо денег, собственно, ответственность ещё цель. Видите, каждый проект, в общем-то, имеет какую-то целевую установку. И уж можно просто перентироваться по тем целям, по вот этой установке, чтобы браться, не браться. Это здесь уже делается тоже элементарный нравственный вирус. Браться за этот проект или не браться. При том, что деньги, там ещё что-то, ещё что-то. Ну, для примера, видите, это очень крупный проект. Время мишки, американский. Только-только что и стартовал, он пошёл и стартовал практически. Видите, у него какая цель? Сделать новые вычислительные системы. То есть найти какие-то совершенно новые принципы организации вычислительных систем, подсмотрев их в мозг. Ну, это такие старые идеи биомические. Но они понимают, что не надо возвращаться к обычной бионике. Может быть, что-то такое подсмотреть, а реализовать уже как по-другому. Но принципом подсмотреть. Ну, и просто для примера, видите, только что недавно, прямо в рамках этой инициативы, ну, примерно симметрично, как у нас. У нас есть национальная технологическая инициатива. Внутри есть вот нейроны, а там ещё что-то. Вот, так и у них. Прямо, только что, стартовал вот этот проект, который называется «Микронс». Чисто разведывательное ведомство. Мы уже не говорим про дарку, это все нас слышали. А вот, пожалуйста, 100 миллионов долларов чего-то делает это разведывательное бедомство. Но как чего? Реально изучает мозг один кубический элемент мозга. И специально нам учёные, там, большой коллектив, три таких больших группы работают, чтобы тщательнейшим образом изучить, как устроен. Что значит, как устроен? Буквально все до единой связи, как они ориентированы. От такого нейрона к какому эта связь идёт? Куда это вступает? А самое интересное, что это же не только анатомия. Потому что анатомия ничего не даст. Мы взяли на компьютер, рассмотрели, как там всё соединено в этом процессе, как порезанный процессор. Как каких-то реинженеров в компаниях делают порезанный процессор. Видим, как всё соединено. Но вообще-то логику понятно. Логику, как его запустить, вообще-то ещё надо подумать. Так и здесь. Если мы посмотрим, как связаны эти 100 тысяч нейронов внутри этого 1 кубического миллиметра, ну и что? А как это всё работает? Видите, они что будут делать? Крыси регистрируют активность этих нейронов. Подавать крысе разные зрительные стимулы, ставить их в разные жизненные ситуации и при этом смотреть, что же происходит с нейронами. То есть догадаться по тому, как они раскачиваются в той или иной ситуации, догадаться, какой же там идёт процесс. Сама по себе эта задача вообще-то 50 на 50. Есть теоретические обоснования, что это так вот невозможно сделать. Слишком мало таких условий, чтобы продемонстрировать все процессуальные возможности 100 тысяч нейронов. Но, тем не менее, вот такой проект. И тут есть там свои опасности. Здесь их не будем обсуждать, куда это приведёт. Но так вот интересно, что на каждый нейрон эти 100 тысяч нейронов 100 тысяч миллионов. На каждый отдельный нейрон 1000 долларов. И, значит, должно получиться. Ну вот, давайте теперь будем разбираться с этими поворотами, нравственными поворотами науки, главный метод которой электрофизиология. Я не совсем правильно сказал. Есть много наук, где этот главный метод электрофизиологии. Поэтому будем говорить о том, о совокупности наук, которые объединяет этот метод. Электрофизиологический метод означает измерить электрическую активность работы мозга. Тем или другим способом. Или его элементом. Но вот первый выбор, мне кажется, был сделан вот этим человеком. Джон Эппельс, работавший в Медлогу, в конце, в середине, в конце 50-х годов прошлого века. Вот он хотел разобраться с природой мембранного потенциала нервных клеток. Всем известно, что нервные клетки, ну, в общем-то, как и многие, и почти все, держат разность потенциалов между по обеим сторонам мембран. Внимал бы, примерно одну десятую вольта микроскопические клетки, там, размером 10-5 микрон, держат такую большую разность потенциалов. Зачем? Для чего? Вот, несмотря на то, что это всего лишь было, там, сколько-то 70 лет назад, это было совершенно непонятно. Вот он начал с этим разбираться успешно. Он прилег к этому англичанам, которые им заставляли гигантские аксоны кармаров, просто, чтобы было во что воткнуть измерительные электроны. И вот эта вот вся техника вот этих людей, это очень известные сейчас фамилии Ходж-Перекраски. Они написали первые уравнения ионных токов через мембраны, ну, и так далее, и так далее. Так вот, именно вот в этих исследованиях была отработана тонкая электрофизиология. Вот там видно вот это вот... Ну, неважно, там такая пипеточка, вот такая. Это и есть знаменитая технология, микроэлектродная технология. Она регистрирует, позволяет регистрировать активность отдельных нервных клеток. Этот электрод имеет на кончике меньше микрона. Ну, а сама нервная клетка, она, может быть, у него были гигантские, большие такие, от русских нервных клеток. А вообще-то в голове, ну, 10-15 микрон, вот обычные какие клетки. Поэтому туда надо еще воткнуться так, чтобы вот эта дырочка не привела к гибели клетки. Либо установить этот электрод где-то рядом, чтобы чувствовать все эти поля. И вот именно в этих исследованиях впервые... Ну, значит, многие знают, что это в результате очень быстро, после их первых всех работ, они получили зонтерскую клетку. Но здесь важен поворот. Вот это. Они получили первые регистрации информационной работы нервных клеток. Вот эти знаменитые нервные инкульсы. Калибровка 2 миллисекунды, видите, он очень русский. Это фактически... Ну, не будем вдаваться в эти детали. То есть и грандуировки есть, кому интересно. Это фактически перезарядка мембран. Монент перезарядки мембран. Вот это и есть та самая информационная единичка, которая может быть сообщена другому нейрону. Перезарядка мембраны так устроена, что... Ну, чуть-чуть условно я сейчас буду говорить, что эта пора, как только открылась, она тут же закрывается. Но зато открывается теперь соседняя, благодаря тому, что устраивается такой круговой топ через соседние участки. Открывается соседняя и так далее. Вот этот инкульс бежит вдоль нервного волокна. Это и есть передача, ну, какой-то информации. Как она устроена? Другое дело. Ну, это первое подключение реально канала передачи информации вот в нервной системе. Ну, дальше все эти вот исследования, которые вы сейчас знаете, с живлёнными электродами в мозг, где-то регистрируются спайки. Вот эти вот спайки регистрируются. Ну, это вот поворот. Это первое подключение к мозгу. Ну, пожалуйста, они могли подумать, ну, как-то так, это же очень морально, плохо. Мы будем теперь подключаться к мозгу и спустя 10, 20, 30 лет будем читать мысли. Вот спустя 30 лет относительно тех годов, это уже 30 лет назад. Ничего подобного не произошло пока. Но, тем не менее, в то время это же никто не знал. Только что вот они добились того, что появились эти на кончике электродов, появились. Появился фактически разговор нервных клеток. Это же фуров. Это означает, что ещё чуть-чуть расшифруем кодировку, коды, и будем просто печатать от этих нервных импульсов, печатать тексты, ну и дальше, всё прочее. Вот они прошли. Многие учёные, в том числе и я, через несколько минут уже времени тоже подключился к этим микроэлектродным исследованиям, будучи дипломником в МГО. Перескочим очень большой промежуток времени, 2012 год. Вот последствия этого нравственного выбора. Видите, справа здесь видна такая плашка, утыканная иголочкой. Это современная плашечка с электродами, которые изолированы по всей длине. Кончик остаётся неизолированным. Длина этих иголочек примерно там один миллиметр. И вот видно мерная ткань. Здесь вскрытие череп. Видна, толщина кости в этой поверхности. И поверхность черепа там изверена. Одна плашечка уже стоит, жёлтая такая, а вот вторую в этот момент ещё втыкает. Я видел это с военными глазами. Значит, вот это такой толкатель, рукой сначала нам приспособить надо немножко, вдавливать нельзя, потому что тогда будет меняться. А так немножко приспособить. Потом подходит этот толкатель и резким, очень ударом вбивает это на один лимон. Всё. Вот подключение к мозгу. Это вот от тех времён, от того нравственного выбора, который сделал Эклс. Ну и вообще-то, конечно, огромное количество учёных, которые начали пользоваться микроэлектронной техникой. Это и есть микроэлектронная техника. Я прошу здесь вот обратить внимание, когда говорят, что там уживляют чипы, никакие чипы никуда не уживляются. Максимум, что уживляется, вот эта плашка с пассивными электродами. А как она выглядит, то здесь можно, наверное… Да. Ну, результаты этого изживления – это, ну, вот, как говорят, знаменитые. Всё в интернете сейчас всё расписано. Есть три лаборатории в США. Они друг за дружкой сделали пациентов с живлёнными такими изживлёнными, но для целей нейроинтерфейсной связи с манипулятором. Вот внизу – это, наверное, первая пациентка, а вот вверху – это в Лос-Анджелесе, в Калтеке. Это уже в прошлом году, летом зима, уже не последний, не крайний пациент, который через эти 100 электродов, реально у них две плашки, получается 200 электродов, могут управлять довольно хорошо и быстро. Ну, поищите в интернете, есть минуты сейчас в интернете. Довольно хорошо, особенно в последнем, в связи с некоторой новизной, куда вживлять и как, он работает для развода. Вот, значит, технология, она тоже ставит, между прочим, вопросы. Но, обратите внимание, это же всё-таки нездоровый человек. Это люди, которые обречены уже на бездействие. Нет, эти вот оба не могут завалиться, они не могут двигаться. А есть же после инсульта, когда нет ни разговора, ничего. И вот по медицинским показаниям можно, ну, они получают такую возможность хоть чем-то управлять. Но я знаю историю, особенно в последнем, где-то у него пациента в Колтехе, там был. И это огромное количество бумаг нужно было сделать, чтобы оформить вот такую возможность сделать такое исследование на этом одном человеке. У них грант на 5 человек, и вот каждый человек, это целая история, чтобы получить разрешение. То есть тут нет совершенно никакого разговора о том, что каждый пациент, кто хочет, он может там. Нет, это всё рассматривается по многим разным там критериям. Вот оно и подошло. Ну что же, значит, вот эта технология, она вот сейчас есть. Её можно развивать. Вот эти электроды... Вот конструкция этого электрода, он несёт как-то вот определенные, как он несёт на своём борту малую такую электронику для такой мультиплекса, в общем, что-нибудь, но никакого процессора там нет. Просто немножко подсобить к тому, чтобы немножко трансформировать, или передать вот свой вот здесь вот, ну, есть возможность передачи прямо через радиочастотный канал, так, чтобы была беспроводная передача. А это всё под костью. И технология этого электрода не так проста. Он нарисован, материалы там, прочие всякие дела, довольно долго отрабатывали эту вот баскутную динамику, сделали этот электрод, и теперь можно купить. Он, фактически, законодатель может, все эти вот пациенты входит в такой плашкой с электродом, и 96 с электродом. Поэтому, если мы затеиваем, а мы, значит, получается, прошёл этот барьер, затеиваем новоземные дела в России, то мы должны будем обратиться, купить эту электродку, потому что разрабатывать самим это нет. Ну, как проходить этот поворот? Останавливать эти исследования? Больше никому ничего не оживлять? Я подчеркиваю, что тут не идёт речь о каких-то оживлениях управляющих каких-то чипов. Ничего тут такого нет. Пассивная плашка, которая только регистрирует нервные педры. Итог, вопрос, ведется дальше или нет. И таких пациентов сейчас, несмотря на то, что это уже первые пациенты, это были примерно 2011 год, вот за пять лет сейчас примерно в мире шесть пациентов. Шесть-семь таких операций было сделано в передовых странах. Ну, вообще-то это занимается только США. То есть это всё-таки довольно сильно ограничено в потоке. Ну, вот другая технология, щадящая, она та, которой пользуются мы, пользуются очень многие, и пользуются всякие игрушки на рынке. Это электронисфорографии. То есть ситуация, когда дырочки никакие не сверлятся в голове, а просто на коже накладываются, как-то держатся шапочками, никаким пищевым устройством, держатся эти электроны. Это первооткрыватель этой технологии. Хотя у него совершенно были другие изображения, почему это делать. Он считал, что мозг может передавать мысли на большие расстояния, и поэтому начал электроды прикреплять, чтобы поймать эти поля. Ну, вот он поймал какие-то колебания, и ему только время не весело. Тем не менее, это они. Вот сейчас уже, ну, то есть у нашего бракурия такая установка, она, это уже стандартные такие, стандартные и регистрирующие приборы, стандартные, в значительной мере стандартные сорты под это дело. И сейчас уже всё сделано так, что можно поставить, например, 128 электродов, 256 можно поставить. В общем, неограничено, просто смысла уже нет, мы можем поставить. И в каждом таком электроде есть уже свой усилитель. То есть он немножко этот сигнал помогает, ну, например, он может реализовать цифровой код. Тогда гораздо по этим проводам уже придут цифры, по месту меньше и так далее. Очень-очень всё оптимизировано, и сейчас только, пожалуйста, вот ловите сигналы, расшифровывай их, работай с ними, ну и так далее. Можно сделать всё это более компактным, активным. Да, теперь два раза, даже четыре. Вот, пятый. Наша лаборатория, ну, это вот ещё вот такие усилители, способники, которые просто крепятся на самой шахте и бесправдным образом передают на ноутбук цифровую информацию. Поэтому эти потоки по многим каналам идут через воздух, прямо в ноутбук, и опять же, вот, получаете эти прививки. Технологически сейчас, получается, доступ есть вот к поверхностным структурам мозга, ну, со сколь угодно подробностью. Насколько это позволяет сама система регистрации с поверхности черепа? Вы должны понимать, что мы далеко ушли от этих игольчатых электродов. Игольчатый электрод всё-таки может регистрировать отдельную клетку. А вот эти электроды на поверхности, там примерно суммируются 300-400 тысяч нервных клеток. Сигнал, как вы понимаете, на информационном...